Когда человек в стрессе находится, как вы думаете, почему он в стрессе, почему он страдает, в чём причина? Да, то есть он неправильно думает, он мучается и он хочет найти выход. Но выход, это же не просто, ну, знаете, вот если касается тела, допустим, да, здесь всё проще. Если ты болеешь, надо вылечиться, да, проще. Но опять не так просто, как вылечиться, мы не знаем как. И опыт показывает, что проблема не в том, что ты должен сразу нейтрализовать болезнь, убрать болезнь. Это тоже надо делать. Но проблема в том, что ты живёшь неправильно. Живёшь неправильно. Это больнее слышать и тяжелее перенять, перенести. Это больнее и тяжелее, но это основа. Допустим, у нас какая система, болит печень, лечит печень. Мне вчера на лекции вечера задали вопрос. У меня уже муж гуляет, что делать? Делать надо было раньше. Что теперь делать, чтобы сохранить семью? Надо что-то делать, чтобы стать счастливой в семейной жизни. Сохранишь ты семью сейчас или нет, неизвестно. Потому что когда человеку крышу сорвало, её не всегда можно назад поставить. Иногда можно, иногда нет. Это уже от него зависит. Он уже не подчиняется законам твоей семейной жизни. Как мне одна женщина подошла вчера и сказала, у меня муж уже нагулял двоих детей у меня и двоих детей у другой женщины. То есть он мой муж, но уже это двое детей у другой женщины. Это значит, что он не только твой муж. Он и там твой детей, и здесь двое детей. Разницы никакой нет. Где он останется с этой точки зрения? Поэтому неизвестно, он твой муж или не твой детей. Ну то есть это уже сложные ситуации, и они не решаются однозначно. То есть они решаются в какую-то сторону. Но понимаете, проблема заключается в том, что мы не понимаем важность нашей жизни. Люди часто думают, что жизнь вся находится внутри семьи. Смотрите, 80% разводов внутри какой семьи и вся жизнь. Вот вы замуж вышли, 80% что вы разведетесь. Я не говорю о том, что так должно быть. Нет, я говорю о том, как есть сейчас. Раньше люди как-то могли надеяться на свою семью. Сейчас надежды уже меньше. Но на что может быть надежда? Надежда может быть вот на что. Когда человек развивается как личность, меняется его окружение. Когда меняется его окружение, тогда меняется отношение. И надеяться надо на свое развитие, понимаете? Когда человек развился как личность, то у него все полностью меняется. Вот у меня жена, на нее можно рассчитывать, понимаете? Потому что она молится Богу каждый день. У меня есть наставник, который может ей сказать, как ей жить. Если она захочет уйти от меня, она не сможет уйти просто так. Для этого надо убедить наставника, чтобы наша семья должна разваливаться. Это невозможно сделать. Тем более, что у нас не один наставник, а сразу три. И каждого из них надо убедить. За один будет не согласен, невозможно уйти. Это означает разрушение всей жизни человека. Моя жена живет в духовном окружении. Она не живет сама по себе. Люди сейчас живут как одинокие волки все. У них нет окружения никакого. Они могут его поменять в секунду. Работу поменял, окружение поменялось. Телефон сменил, окружение поменялось. Понимаете? Но духовное окружение не поменяешь. Это вера, это культура, в которой ты живешь. Таким образом, человек не защищен сейчас с точки зрения государства. Нет защиты браку. По факту нет защиты браку. Потому что государство не может законами защищать брак. Брак защищается только культурой. Вот раньше, в советские времена, брак был защищен. Потому что, если человек начинает гулять, его с работы выгоняют. Он никому такой не нужен, гулящий. Никто его не будет повышать по должности. Его обсуждают на партийных собраниях. Его мучают. Позоривают. И очень мало разводов было в советской культуре. Очень мало. Вот сейчас, допустим, в Индии 1% разводов. Там такая культура. Если ты ушел от жены, ты вообще никто в обществе. Просто тебя вообще не уважает никто. Ты просто, ну, знаете, как у нас бомжи. Никому такой человек не нужен, который бросил жену. Нигде. С ним никто не будет общаться. Родственники его не любят. Сразу все отворачиваются от него. Поэтому люди боятся бросать друг друга просто все. Это не принято в обществе вообще. 1% разводит. Даже может быть и хорошо, что есть этот 1%. Потому что иногда люди совсем не могут тут долго жить. Никак не получается. Но, понимаете, это 1%. 1%. А не 80%. Итак, проблема заключается в том, что мы очень сильно верим в свою семью. А надо верить в общество, в котором ты живешь. И общество должно быть не то, в котором мы живем сейчас. Есть благостное общество, это религиозное общество. Есть красное общество, это общество светское. Есть верственное общество, это голодный мир. Три вида общество. Человек должен выбрать благостное общество, то есть религиозное. Светское общество не защищает семью. Если вы хотите семью, знайте, что ваш муж не является гарантией. Любой муж самый возвышенный. В Богоатрике есть такой стиль. То есть Священное Писание, это что такое? Это законы. Законы жизни. Там есть такой закон. Написано, даже самый разумный человек, самый разумный человек означает очень сильный, очень крепкий, очень волевой, устойчивый внутренне психически, может попасть под влияние одного, вышедшего из-под контроля чувств. Допустим, он любился. Может разумный человек очень любиться. И крыша может съездить, съехать у любого разумного человека. Нет гарантии, что ваш муж не влюбится или ваша жена. Нет такой гарантии. Никто не может такой гарантии. Дальше человек влюбился. Что дальше происходит? Это нормально. Влюбился кого-то, кроме жены? Нормально. Это нормально. Так бывает. Это нормально. Что дальше? А дальше все зависит от того, в каком обществе вы живете. Если это просто светское общество, дальше будет, значит, хаос. Хаос. Если вы живете в религиозном обществе, очень высокая степень защиты силы. Очень высокая степень. Поняли, да, меня? То есть вопрос. Куда вложить силы? Как правильно вложить силы, свои силы в семью? Правильно, чтобы вложить силы в семью? Надо изменить свою жизнь. Надо изменить свое окружение. Надо изменить своих друзей. Надо иметь наставника. Надо иметь духовную культуру, в которой ты живешь. Видите, обычная формация людей, то есть люди как живут обычно. Просто работают. У них есть друзья. Да? Есть наставники обычные? Нет наставников. В обычной светской культуре нет наставничества. Нет такого понятия наставник в обычной светской культуре. Нет такого понятия. Зачем он нужен, этот наставник? Человеку, как пользовать не будет? Да? И никто меня не поймет. Человек говорит, мне наставник так сказал, как делает. Сразу вопрос, у тебя что, своего мнения нет, что ли? Ты что, самый значимый, как ты делаешь? У меня есть свое мнение, но я ему не сильно доверяю. Доверяю старшему. Это разумное существование означает. Человек имеет мнение, но есть мнение старшего, он сравнивается, изучает. Почему старший лучше знает? Потому что он больше ближе с Богом, он связан. Ага, у вас есть сомнения, вдруг он не знает больше. Значит, он и старший. Видите, вы не знаете даже, как живут и старший. Как это работает, вы не знаете. Есть силы, благословляющие в этом мире. Допустим, мне старший сказал, действуй так. Я чувствую, может, мне надо. Я начинаю действовать, смотрю. Происходит то, чего я даже не ожидал. Это сила, в которой отменяется, благословляющая сила. Вот скажете, так же не всегда бывает. Всегда так бывает. Надо изучать эту тему. Этот вопрос, куда вложить свои силы? Знание вложить свои силы. Изучайте, как жить. Когда человек болен, сильно болен, есть два варианта. Или он оставит тело это, родится в новом теле. Или он будет жить в этом теле дальше. У него неизлечимая тяжелая болезнь. Что делать? Некоторые люди просто лечатся до последнего. А другие, более разумные, они, параллельно с лечением, развивают себя как личность. Веды говорят, что самое глубокое и сильное вложение, это вложение в себя как личность. Потому что оно никогда не умирает. Разум не умирает. Он остается в следующей жизни. То, что человек узнал в этой жизни и понял, остается с ним. Он нам никуда не девается. Человек понял, как жить. Это остается с ним. Наставника не ищут. Наставник появляется в жизни в процессе развития личности. Кто вас задал вопрос? Вы задали вопрос. Я вот сейчас вам, допустим, я ваш наставник, допустим, да? Я вам сейчас скажу несколько вещей. У вас уши повятыли. И вы больше никогда меня ни о чем не спросите. В медической культуре наставник называется Гуру. Гуру означает тяжелый. Переводится. Слово Гуру означает тяжелый. Тяжелый означает тяжелый услугу. Поэтому я с вами разговариваю, как детское саду. У нас нет культуры принимать наставник. Для этого нужно развиться как личность. Мне тяжело слушать свою наставник. Но я знаю, что это надо. Это есть опыт жизни. Мой наставник очень мягкий. Хоть он не гуру, но он очень мягкий характер. Потому что если бы он у него твердый характер был, я бы не выдержал. Я не индус. Я другая культура. Мне тяжело принять твердое наставление. Итак, развивайтесь как личность. Первый этап развития – это принятие знаний. Нравственное знание – это то знание, которое дает человеку практические возможности жить. Мы с вами изучаем нравственные аспекты знаний. Это федическое знание. Но нравственные аспекты одинаковые. Что в христианстве, что в федическом знании, что в мусульманстве. Все одно и то же. Нравственное знание – везде одно. Мы изучаем нравственное знание. Нравственное знание дает возможность человеку понять, что знание идет из священных писаний. Человек начинает тогда сознавать в процессе изучения нравственного знания. Но из каких священных писаний он будет выбирать знание дальше, сам? Это вопрос его личного выбора и личной культуры, которую он имеет. Я, допустим, не православный человек, но многие православные люди пишут мне на сайт, что благодаря вашим лекциям я утвердился в своей православной вере. Спрашиваются, как он утвердился в православной вере, если я не православный человек? Очень просто. Дравственное знание одинаково везде. То есть я вам дал нравственные аспекты знания. Дальше идет приближение к вере. Человек должен изучать правовное знание в том направлении, которое у него уже есть. И надо ничего менять. Человек имеет веру свою, надо ее рассыпать уже. Дальше. Дальше он начинает входить в веру. Тогда только у него появляется наставник. Наставник не возникает с неба. Или просто без веры наставника нет. Наставник это означает уже духовная жизнь, а не просто нравственная. И по факту нравственный наставник не может считаться наставником полной степени. Потому что как получить развитие, как человек развивается? Нравственный аспект жизни не развивает. Это результат жизни. Сейчас я вам объясню. Допустим, смотри, я хочу быть честным, да? Некоторые думают, надо развивать себе честность. А честность невозможно развивать. Потому что это награда. Честность возникает из-за определенного типа знаний, которое тебе вызывается в сердце. Знание, как тебе говорят, не обманывай, дурак, пропадешь. Жить тяжелой будет. Откуда же берется честность? Честность берется в результате духовной практики. Если человек больше верит в Бога, у него есть больше связи со старшими. Это защищает его от обмана. Чем больше развит духовный человек, тем больше у него хорошее качество характера. Хорошее качество характера – это неприобретение. Допустим, ты приходишь к экзаменатору и говоришь, я хочу пятерку. Я хочу развивать себе пятерку. Он говорит, пятерку не развивает, пятерку получает. Сдай предмет, получишь пятерку. Хорошее качество характера – это награда, а плохие – это наказание. Почему я обманщик? Потому что я наказан. Если ты хочешь быть правдивым, развивайся как духовная личность. Чем более духовно ты будешь развиваться, тем больше хороших качеств сами будут проявляться в твоей психике как награда. То же самое, хорошие черты характер женщины, допустим. Как стать хорошей женщиной развиваться? Развивайся духовно, ставишь хороший раз за женщиной. Некоторые женщины стараются быть смиренными. Но понимать, смирение – это как глубокий сдержан психики. Это очень глубоко. Это основано на знаниях. Допустим, девушка-женщина пробует себя с мужем вести себя смиренно, а внутри в ней копится, что злоба. Она думает, я веду себя смиренно, но он, скотина, не понимает это. Не уважает, не ценит мое смирение. А я так стараюсь. Не работает система. Копится, копится, потом обравлен результат. И люди говорят, не работает это то, что Олег Геннадьевич говорит. А я совсем другое говорю. Я говорю о том, что надо повысить свой духовный уровень. Когда человек повышает духовный уровень, он становится смиренным не для того, чтобы изменить мужа, а для того, чтобы строить свои отношения с ним правильно. Человек должен быть счастлив от своих собственных отношений к кому-то, а не от того, как ко мне относятся. Есть три категории людей. Первое. Благостные люди. Счастливы от того, как они сами настроены к другим. Не важно, как к ним относятся. Это, конечно, бьет по сердцу, как ко мне относятся. Но так благостный человек верит в то, что он виноват во всем, а не кто-то другой. Поэтому, если мне бьет по сердцу, то это мои проблемы. Я это заслужил. Страстный человек верит, что кто-то другой виноват. Но при этом он признает свои ошибки. Страстный человек. Он признает, что я виноват. Но не настолько, чтобы меня так мучили. Неверственный человек считает, что только они, козлы, виноваты. Я вообще ни в чем никогда не виноват. Вот как себе благостный человек ведет. Почему он смиренный? Потому что он знает, что так лучше жить. Благостный человек знает, что смирение помогает. Вот смиренность себя ведешь, близкий человек нагреет. В чем же помощь? Первое впечатление всегда от всех событий, часто бывая отрицательных. Хороших. Допустим, я честно себя веду. Поэтому есть разные пословицы. Пускай работает железная пила не для того, как меня мама родила. Невежественная пословица. Это правда, это правда. Зачем человеку работать, если может железная пила работать? Кто-то другой пусть работает, зачем я тут работать? Это правда, но невежественная правда. Зачем человек работает? Для того, чтобы развиваться как личность. Дальше. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Это страстная пословица. Благостная пословица. Счастье не в деньгах. У страстных людей возникает все равно. А в чем? Это уже другой вопрос. В чем? В любви. Деньги не создают любовь. Если у тебя много денег, тебя любят, да, любят, но внешне. Любят, тебя уважаются, ценят, все хорошо, но внешне. Внутри ничего нет. Потому что любовь не зависит ни от чего. Она не зависит от количества денег, она зависит от чистоты человека, от его честности, от его внутренней красоты. Любить не заставишь никого. Деньги заставляют любить. Но не заставишь человека любить никогда, даже близкого человека. Жену не заставишь любить. Сына не заставишь любить. Любовь возникает сама в результате правильного проведения человека. Когда человек ведет себя так, что к нему возникает благодарность, Благодарность — это первое проявление любви. Ты, может быть, уже разочарован с человеком, но почему-то возникнет к нему благодарность. Потом возникает уважение, потом верность. Это три качества разной степени любви. Благодарность — первая степень любви. Уважение — вторая, верность — третья. Это более сильное проявление любви. Когда ты видишь, что человек какой хороший рядом с тобой, ты хочешь быть верным ему всегда. Хороший не означает, что у него нет недостатков. Хороший означает, что он прилагает усилия для того, чтобы с тобой строить отношения. Он хочет, чтобы с тобой были отношения. То есть идея в чем заключается? В том, что благодарность, она возникает сама. Ее невозможно деньгами купить или еще чем-то. это означает, что счастье не в деньгах и не в их количестве. Счастье в труде над отношениями. Это есть труд, трудиться над отношениями, служить отношениями. Это же не только стирать, готовить и прибираться. Если женщина готовит в полном осознании своего духовного «я», она готовит с молитвой, и она верит в приготовленную пищу, как в силу, которая побеждает ее судьбу, то эта пища побеждает ее судьбу. С этой точки зрения можно только готовить. Если женщина просто готовит в правильном настроении в семье, она думает о Боге в это время, предлагает пищу, ставит на алтарь, освещает ему, то эта пища одна может изменить отношения у всех в семье. Этого вполне достаточно. Если женщина просто стирает с любовью к Богу свою близкую одежду, то одежда наполняется такой силой, что она меняет сознание всех, кто с ней соприкасается. Если женщина с любовью к Богу упирается в квартире, эта квартира наполняется счастьем. Это счастье приковывает внимание всех, кто там живет. Они уже не хотят жить в другой квартире. Нравится чистота, внутренняя чистота того места, в котором они живут. Для того, чтобы обладать таким сознанием, для этого нужно много что сделать в своей жизни. Видите, достаточно прибираться, стирать и готовить, чтобы иметь хорошее отношение. Не надо чего-то спецвидетельно думать, надо как-то вывернуться, чтобы такое сделать, чтобы отношения были хорошие. Нет, отношения строятся из обычных вещей. Вот та же самая жизнь, все то же самое. Но так как сердце по-другому заточено, она вся другой становится, эта жизнь. Что делать с мужем? Ничего не надо с ним делать. Вот как раз то, что мы с ним что-то делаем, это и разрушает семью. Люди в страсти делают с другими что-то и разрушают свою жизнь. Допустим, люди в страсти воспитывают детей. Благости люди не воспитывают детей. Они просто живут рядом с детьми так, чтобы дети сами спрашивали. Крошка сын к отцу пришел и спросила крохот, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте детишки. Это благостное отношение, понимаете? Страстные люди не ждут, когда их спросят. Они подходят и сами говорят. И говорят не в сильно хорошем настроении. А невежественные люди просто бьют. Они даже не говорят. Они просто издеваются под своими детьми и все. Или просто не обращают на них внимания. Для них дети не существуют просто и все. К вам плохо подходят и спрашивают, как делают. Если спрашивают, есть элементы благости в жизни. То надо как использовать? Отвечают с уважением личности, маленькой личности. Уважение означает внимание и любовь для ребенка. Если ребенок делает не так, можно решить его общение. Благостные люди перестают общаться просто. Они отгораживаются от человека, как раз на расстоянии все. Любовь, потому что любовь это главное. Если ты неправильно себя ведешь, любовь будет ограничена тебе. Это самое главное наказание. Человек входит, думает, почему так мама со мной сидит. Она спрашивает, мама, почему ты не разговариваешь со мной? Мама говорит, потому что я не могу с тобой разговаривать. Ты себя ведешь так, что мы не можем быть друзьями и любить друг друга. А как мне себя вести, чтобы мы любили друг друга? Вот так вот надо себя вести. Ребенок, допустим, делает что-то страшное. Там под машину лезет. Тогда другой способ. Просто взять за руку и не пускать. Или можно поставить в угол, допустим, лишить свободы ребенка. Мальчику можно по заднице побить. Это для него является учебой. Мальчик не воспринимает удары по заднице, как что-то такое, что рушит жизнь. Для него это нормально. Когда мальчика жизнь бьет по заднице, это для него нормально, он развивается так. Он сам лезет туда, где дерутся. Ему так нравится жить. То есть мальчику нужны препятствия какие-то, мужчине. Но если люди со злобой забьют, то это уже значит не родители бьют. Дети чужие, злые люди. Родители бьют по-доброму, по заднице. Но как можно по-доброму, если он меня разозлил? А вот тогда ты не можешь сейчас наказывать. Надо сначала успокоиться, потом наказывать. Смотрите, как интересно. Страстные люди, когда успокаиваются, не наказывают. Потому что они наказывают только потому, что им тяжело. Они наказывают на благо человека. Они наказывают на благо себе. Не тяжело, я наказываю. Меня отпустило, я перестал наказывать. Так делают люди в страсти. Благости люди наказывают для чего? Для благого человека. Смотрите, наказание — это вид любви. Но страстные люди этого не понимают. Они наказывают, потому что они и могут уже не наказывать. Не хочется наказать. Благостные люди могут подлить по заднице в добром расположении духа. Для чего? Для блага ребенка. Надо тогда понять, что это благо быть по заднице. Страстный человек не понимает, что это благо. Он не хочет пить, думает, ну ладно, пусть живет. Думает, благо это его не трогать. Не факт. Мальчика наказать это благо. А девочку не надо наказывать силой. И надо с ней общаться. И не лишать ее свободы, и лишать общения. Опять наказывать надо ребенка. Это вид любви. Из два вида любви. Первый вид любви это служение человеку. Второе наказание. И то, и другое является важным. Допустим, если жена не наказывает мужа, он наглеет. Муж не наказывает жену, она наглеет. Как наказывать жену? Строгостью. Как мужчина наказывает жену? Он становится как скалат. Просто спокойный, неприступный. Жена его спрашивает, что это? На меня обиделся? Он говорит, нет, конечно нет. Но сам очень строго себя будет. Она, допустим, не захотела ему приготовить пищу. Нашла причину оправданную. Взял и стал строгим просто. Она говорит, ты чего меня не любишь? Люблю. Никак не выдает свое поведение. Но она видит, что отношения испортились. Она думает, как дальше жить. Может быть, стоит приготовить. И начинают чесаться мозги. Она размышляет о жизни. Что это ей было доказать? Что нужно, чтобы человек задумался, как дальше жить? Больше ничего не нужно. Мучить его не нужно. Страстные люди хотят подколоть человек. Ну, тогда ты мне не готовишься, я тебе тоже что-нибудь сделаю. А неверственные люди просто убивают. Просто уничтожают человека. Как вы хотите жить? Благости, страсти, неверности. Решите для себя. Женщина, как воспитывать мужа? Точно так же. Он ведет себя неправильно. Она раз и улыбается к мужу. Ну, ходит, делает, что у нас такие вот. Чуть-чуть на расстоянии отношения. Не улыбается. Он начинает сначала умерничать. Хочет, ты чего так себя ведешь? Потом он отлизывается. Потом спрашивает уже, начинает думать, и что делать? Жена очень серьезно настроена. Меня воспитывают. Начинает уважать сразу. Жена серьезно настроена воспитывать. Начинает уважать. Но страстные люди не могут быть серьезными. Почему? Потому что, когда женщина строго себя ведет с мужчиной, то она сама не получает от него ласки. Она думает, ну сколько можно еще строго себя вести? Я уже устала. Мне хочется с мужем поговорить. Он меня уже не обнимается до недели. Поэтому благостные люди ищут счастье, прежде всего, в молитве. Иногда в семейной жизни есть счастье, иногда его нет. Благостные люди всегда имеют счастье в отношениях с Богом. Это для них главное счастье. Страстные люди верят в семью, благостные Бога, невежественные в себя. Невежественные люди вообще ни с кем счастья не ищут. Они хотят использовать всех для своего счастья. Например, мне хочется сексом заниматься, иди сюда. Мне хочется целоваться, иди сюда. Мне не хочется по свободу. Все. То есть, это невежественные отношения. Благостные отношения какие? Гармоничные. Страстные отношения от отношений выгоды. Нам выгодно живем вместе, невыгодно расходимся. Мне невыгодно с тобой жить до свидания. Выгодно означает влюбленность. Что такое влюбленность? Это не любовь. Влюбленность это чувство, которое возникает между людьми. Для того, чтобы наслаждать друг друга. Когда человек влюбляется, он тащит благочестие из сердца человека. И человек становится очень хорошим. Когда мы видим человека, у нас гармония в сердце, я смотрю на него, и из него выходит самое хорошее. О, какой мужчина. То есть, он очень... Почему он такой хороший становится? Потому что из него выходит благочестие под моим взглядом. Я смотрю на него, и у него выходит все самое лучшее. Пока я вытаскиваю на него взглядом благочестие, все самое лучшее. Но благочестие же кончается. И в то время я ничего не могу вытащить взглядом. Я на него смотрю, он не преображается. Это уже после двух, трех, четырех лет совместной жизни. Влюбленность заканчивается. Что такое влюбленность? Это когда мы друг перед другом становимся лучше, чем были раньше. И вызывает наслаждение друг у друга. После трех, четырех лет совместной жизни влюбленность заканчивается. Люди думают, зачем вместе жить, если мы не любим друг друга. У нас кончилась любовь. Так любовь не кончилась, она даже не начиналась. Влюбленность — это не любовь. Любовь — это деятельность, основанная на знании, понимании, глубоком понимании, что такое любовь. Это аскеза, которая приводит к глубоким отношениям. Любовь означает, что человек трудится, он делает бескорыстную какую-то деятельность, вдохновленной молитвой, делает бескорыстную деятельность, направленную на то, чтобы вызвать уважение к себе, близкому человеку. Если близкий человек благодарен, сильно благодарен за то, что ты делаешь, он не сразу это покажет. Но благодарность ее невозможно скрыть. Когда благодарность появляется, ты можешь ему делать замечание. Когда человек благодарен, он не может не услышать. Потому что, допустим, если ты ничего не делаешь хорошего для близкого человека, значит, он не будет благодарен. Он не будет благодарен, он не будет тебя слушать. Слушать можно только от благодарности. Просто так никто не будет слушать замечания. Ну, допустим, одна женщина мне написала записку. Олег Геннадьевич, я по вашему совету отстранилась от мужа и уехала к маме. Но муж мне написал письмо, говорит, отстранись еще на неделю. Я так отдыхаю без тебя. Они его послушают лекции. И она говорит, Олег Геннадьевич, спрашивается, почему он, оставшись один, не почувствовал разлуку, а он начал отдыхать без меня. Я ей ответил, потому что вы никогда не делали то, что вызывает у него в сердце привязанность и благодарность. Вы всегда жили для себя. Делали все то, что вам нравится рядом с ним. И поэтому человек от вас устал просто, и все. Теперь она отдыхает. Она говорит, ну я же ему готовила, упирала, стирала. А женщина может это делать для себя, а не для женщины. Она может так готовить, что потом постоянно думать о том, чтобы человек сказал благодарность какую-то. Она для благодарности может готовить. Или просто, чтобы отвязался. Когда мужчина наестся, женщине легче становится. Потом наелся, на разу ее расслабили. Пока не наелся, она в напряжении. Она может просто, чтобы он отвязался, готовить, чтобы не мучить. Чтобы успокоиться, расслабиться. Чтобы все скоты наелись и отставили меня в покое. Это жизнь невежестия такая. А можно готовить с любовью к Богу. И кормить милостью своих близких. Милостью, духовной силой кормить. Можно кормить с любовью к мужу. Это в страсти уже. Потому что человек никогда не может ответить на то, что ты бескорыстно делаешь в полной степени. Все, кто нас окружает, это корыстные живые существа. Если мы искренне, в полной степени в них вкладываем свою любовь, то в этом случае отдача будет 10-15-20%. И любовь будет разбита. В полной степени свою любовь надо вкладывать в Бога. Отдача будет 100%. Или вследствие святого человека. Тоже любовь. Но так как она бескорыстную природу людей имеет, она мужа не мучает. Если вы скажете, допустим, вы поставите изображение святого человека перед собой, и будете молиться. Муж спросит, ты чего ему молишься? Вы скажете, я его люблю. Он скажет, ну люби вас. То бескорыстная любовь, она никого не мучает. А вот если будет дядя Вася молиться поставить в соседок, скажет, ты чего ему молишься? Я его люблю. Он возьмет, порвет и фт. Допустим, у моей жены есть духовный наставник, духовный учитель. Он говорит, я его люблю. У меня не возникают никаких проблем. Я его тоже люблю. Видите, духовные отношения не вызывают проблем. Они другие. Поэтому женщину может любить наставника, духовного учителя. Нет проблем. Никто не возникает проблем никого. Но если она наставника, живого наставника, будет любить поэгоистически, по-женски, тогда сразу мужчина это почувствует. Женщина может по-разному любить. Если она неправильно любит, то он будет ограничивать отношения с этим человеком. Как женщину неправильно любит? Правильная любовь. Я хочу служить этому человеку. Нет, ему ничего не надо. Неправильная любовь. Она хочет, чтобы наставник с ней поговорил. С ней пообщался. Больше людей давал понимание, чем всем остальным. Это уже означает другая любовь. Супружеская. Женщина как любит мужа? Она хочет, чтобы он с ней только имел отношение. И с кем против. Это эгоистическая любовь. Она тоже хорошая, но только в семейной жизни. В духовной жизни нет такой людей. Она не должна присутствовать, такая духовная жизнь. Так человек вкладывает все свои силы в отношения со святостью. Он идет в полный обмен. Я вкладываю силы и получаю ответ. Сердце радуется. Дальше. Что делать с отношениями с мужем? Там нет святости, там есть эгоизм. Бестокористие вкладываешь, получаешь фигу. Всегда. Или не полную фигу, а половину. Чуть-чуть благодарен, но положено было больше. Веда объясняет, как в этом случае вести себя. Так как мы имеем дело с небескорыстными людьми, мы все эгоисты. И причем не они больше эгоисты, а мы все одинаковые. Мы так в этом мире эгоистическом делись. Поэтому надо в отношениях с Богом получать силу. То есть всегда, когда человек отдает, смотрите, духовная энергия как действует. Она дает все возрастающее счастье. Допустим, я вам улыбаюсь бескорыстно, вы мне в ответ улыбаетесь. Я опять бескорыстно улыбаюсь, вы в ответ. И так все возрастающее улыбка появляется. От улыбки станет веселее. И слону, и даже маленькой улыбке. И пускай повсюду на земле, словно лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг загляжет облака. И пусть не через обиликань на скрипке. Да? Начинается улыбка. Ну а дружба начинается с улыбки. Это духовная энергия. То, что поется в этой песне, это духовная энергия. Она возрастает. Ты кланяешься святому человеку, он получает, дает тебе благословение назад. Больше кланяешься, больше благословения. Больше кланяешься, больше. Вы скажете, ну я же не вижу ему вот так, как я кланяюсь. Вы не понимаете, что отношение на тонком плане сильнее даже действует, чем на дружбу. У нас нет знания. Допустим, вы ставите перед собой изображение святого человека, кланяюсь ему. Думаете, он меня не видит. Вы ошибаетесь. Духовное отношение, духовная связь сильнее даже, чем такая. Вот, допустим, когда они подходят и говорят, Олег Геннадьевич, вы меня не знаете. Вот мне подошли люди вчера, муж с женой. Они говорят, вы нас не знаете, а мы вас слушаем уже несколько лет. Мы вас знаем. У нас с вами связь. Я смотрю, я их знаю. Я говорю, а где я вас видел? Нигде не видел. Может, там нет. Я говорю, а я чувствую людей, я знаю. Они меня слушают, мы лекция их знаю. Как я их знаю, я не знаю. Есть духовная связь. Есть связь сердца. Людей сердца могут быть связи. И эта связь сильнее даже, чем мы для них. И когда люди пишут мне, у нас есть весь контроль такой, мне тут присылают фотографию. И что я смотрю по этой фотографии? Я смотрю, слушает мой человек мои лекции или нет? Слушает я это чувствую этого человека, я вижу. Если человек слушает лекции, значит, выполняет рекомендации. Можно брать на лечение. Если не слушает, я не люблю. Слушает лекции, беру на лечение. Не слушает, не беру. Зачем брать человеку, который не хочет себя менять? Как ты его вылечишь? Как ему поможешь? Это видно сразу. Есть отношения или нет между людьми. Видно сразу. Итак, когда мы получаем духовное общение, энергия возрастает многократно. Сила человеческая возрастает многократно. Желание любить возрастает многократно. И это желание, вот сколько у вас осталось, осадок, вот остаток есть, да, который остался в духовных отношениях, появился энтузиазм, чуть-чуть что-то сделать для мужа. Вот сделайте и не ждите ничего назад. Просто так и все. Не ждите ничего назад. И когда мы так делаем, из чувства долга, потому что так надо, потому что так Олег Геннадьевич сказал, человек всегда должен старшим отдавать плоды. Он думает, не потому что я так хочу сделать, что значит бескорыстно. Старшим, как сказать, я об этом так говорю. Я об этом так говорю. Так Священное Писание написано. Поэтому я так делаю. Все. Это называется бескорыстная деятельность. Сделал просто так, потому что так написано в Священном Писании. Какой результат? В сердце у человека благодарность возникает. Потому что Бог, его сердце отзывается. Веды говорят, что у нас вот здесь в области сердца есть представительство Бога. Это представительство Бога имеет свои функции, которые надо тоже поизучать. Например, что такое совесть? Она от меня зависит, совесть или нет? Я могу совестью управлять. Допустим, я говорю, я хороший, я хороший, я хороший. Есть такие, как вы, практики. Какие-то, какие-то. Спасибо большое. Это бескорыстно. Просто какие-то. Спасибо. Спасибо вам большое. Итак. Я хороший, я хороший. Я большое светлое солнце. Я сильная. Меня все любят. Меня все любят. Меня все любят. Это безумно. Ну, это сейчас популярный практик психологичный. Абсолютно шизофренический. Почему? Потому что, смотрите, все ведь по-другому устроено. Давайте будем честными. Определяют, кто я, хороший или плохой. Как меня спрашивают, а люди, иначе, как себя уважают? Ну, не надо себя уважать. Ну, надо же быть уважаемым человеком? Да, надо быть уважаемым. Надо иметь чувство собственного достоинства? Да, надо иметь чувство собственного достоинства. Как себя уважать? Никак. Смотрите, все очень просто. Ты совершаешь хороший поступок, у тебя совесть, говорит, уважаемый человек. И у тебя возникает чувство собственного достоинства в сердце. Думаешь, блин, классно, что я совершил это в сердце. Мне хорошо. Люди на меня нормально смотрят. Нормально живут. Так? Чувство собственного достоинства. Я все смогу, я клятву не друшу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ Беля. Да? Классно? То есть человек имеет очень сильное чувство собственного достоинства. Он мужественный. Он готов погибнуть ради правды. Так? Правильный настрой. Другой настрой. Я смелый, я смелый, я смелый. Танк едет. Сейчас посмотрим, какой ты смелый. И сразу окопная болезнь возникает, что наху появляется что-то тяжелое и теплое. Почему? Потому что самовнушение работает. Это глупость, которой сейчас люди очень сильно увлекаются. Там есть сила, которая решает, смелый ты или трус, честный ты или лжец. Эту силу невозможно обмануть. Ты можешь в спокойной обстановке ее обмануть, но когда наступают трудности, все вылазит наружу. Эта сила контролирует твою жизнь. Она скажет тебе, хороший ты или плохой, смелый или несмелый. И скажет тебе, достойный ты или не достойный. Допустим, человек выходит в экзаменационную комиссию. Он учил экзамены, но память плохая. И он говорит, я учил экзамены, старался, память плохая. Они говорят, ну, ну, все будет хорошо. У них в сердцах отзывается этот звук. Второй подходит, он ничего не учил. Экзаменатор смотрит на него. Совесть. Он в глазах. Я учил. У меня память хорошая, я все знаю. Экзаменатор говорит, экзаменатор в совести и сердце с жуткой. Сейчас мы его будем болеть. Человек, который учил, ему пару вопросов задали, поставили четыре. Который не учил, а просто талантливый человек, но не хотел учить. Задает вопрос, смотрит, отвечает. Но сердце не нравится. Экзаменатор в начале больше ставит вопрос. Раз, мимо. Раз, мимо. Ты чего не подготовился? Ты же мог поставить на пятерку, почему ты не подготовился? Я готовился. Придешь еще раз. Честный преподаватель так себе. Он не смотрит на то, насколько человек отвечает. Он смотрит, насколько он человеческий отнесся к тому, что он попросил и сделал. Честный преподаватель так себе. Видите, смотрите. Наша жизнь является честным преподавателем. Она не смотрит на то, насколько мы можем что-то сделать. Она смотрит, насколько мы честны. Допустим, человек по совести живет, совесть рада ему, и человек чувствует себя достойным. Ну, допустим, не смог, ошибся. Занесло куда-то, да? Занесло там. Любился в кого-то? Занесло. Раскаливайся. Хочешь быть честным? Раскаливайся. Нет такого, что в этом мире, как бы, все предусмотрено так, что не должно заносить. Всех заносит. Занесло? Раскаливайся. Как правильно раскаиваться? Как правильно? Перецвятым человеком? Перецвятым человеком. И не перед тем, кого ты являешься? Нет, это бесполезно перед тем, кого вы. Есть три категории людей. Если я вдруг благостного человека, подойди и скажи ему, я не прав. Он сам вдруг тебе скажет, нет, это я не прав. Благостный человек. Не принимает извинений. Говорит, я не прав. Ты так поступил, потому что я такой. Допустим, вы говорите мужу, я влюбилась в другого человека, прости меня. Он говорит, это я виноват во всем. Это я так вел себя, чтобы ты влюбилась в другого человека. Я не уделял тебе достаточно внимания. Благостный человек, как я говорю. Перед ним можно извиняться. Слушайте дальше. Большинство людей неблагостные. Ты извиняешься перед мужем, он страстен в любви. И он как бы тебя прощает. Ты извинилась, тебя простил, но запомнил. Запомнил. И потом, когда приходит время, он изменил. Он говорит, ты помнишь, ты меня извинил? Ты виноват. Я теперь тебя извинил. Понимаете, да? То есть перед страстным человеком не надо извиняться по прямому. Надо просто, допустим, сказать, я чувствую вину перед тобой. Не могу сказать, в чем, но чувствую вину. Буду исправляться. Страстным человеком не обязательно все говорить, но что-то надо сказать. А невежественному человеку даже вообще ничего не надо говорить. Потому что если кто-то скажет, чувствую вину, он сразу украться будет. Скажешь, а ты скотина, ты виноват, я сейчас тебе устрою. Теперь вопрос. Почему у меня страстный человеком мужик? А потому что ты так наказан. Ты должна с таким человеком жить. Почему у меня невежественный человек мужик? Потому что ты такого достойный человек. Наши близкие люди, это наши экзамены, которые мы должны сдавать. Это не то, что мне не повезло. Это то, что положено. В этом мире нет везения и невезения. В этом мире этот мир соткан только из одних суровых закономерностей. Здесь нет никаких случайностей вообще. Все абсолютно закономерно. Когда человек понимает, он в плавности находится. Страстный человек думает, можно повернуться. А невежественный человек вообще не верит, что что-то плохо происходит. Все киньежим, и все нормально будет. Итак, смотрите, очень важный, тонкий и сложный момент. Очень сложно сделать бескорестный поступок в семейной жизни. По двум причинам. Первая причина. Очень сильно обидно и больно за то, что происходит. Эта боль вышибает разум и бескорестное. Когда человеку больно думает только о себе, он не может сосредоточиться на правильной деятельности, он начинает винить другого человека автоматически во всем, и он приходит в состояние замешательства. Его разум не работает правильно, и человек сам собирают могилу. Если он не может выйти из этого состояния, нам надо обратиться к Священным Писаниям, к возвышенным людям или к наставам. Это три категории силы, которые приводят к нормам. Это все делается через молитву. Можно обратиться к Святому Человеку через молитву, к Священному Писанию, читать Священное Писание, тоже молитву. Можно обратиться к просто людям, духовно праздникам, они тебе ответят на вопрос. Сразу спокойствие в сердце приходит. То есть человеку плохо, у него спокойствия нет, надо молиться. Наступила грусть, то есть пойду, пробьюсь. Не отделить место. Наступила грусть, надо молиться, надо никуда ходить. Некоторые наступила грусть, смотрят телевизор, отвлечься хотят. Некоторые пьют водку. Те, кто когда на грусть наступает, пьют водку, это невежественные люди. Те, кто пытаются отвлечься, это страстные люди. Благостные люди не пугаются грусти. Они садятся и отношения со святостью строят, потому что я не понимаю. Грусть наступила, потому что я вышел с правильной платформы. Я потерял здравый рассудок, мне надо восстановиться. Когда человек чувствует, что он восстановился, у него в сердце спокойно, ясно и радостно. В голове понимание возникает, как надо себя вести, и у него нет грусти по отношению к тому, что происходит. Да, ситуация тяжелая, она на меня давит, но я справляюсь. То есть я молюсь, я защищен, я имею силу, и я ее решаю, я раскаиваюсь, и так далее. Смотрите, есть три вида ситуации. Первый вид ситуации. Ситуация меня не только наказывает, но она хочет меня уничтожить. Допустим, человек говорит тебе слова правды, да, он говорит тебе, допустим, «Ты, допустим, плохой врач», на меня говорит человек. У меня несколько вариантов ответить. Допустим, мне говорят, ты плохой врач, и поэтому мы тебя уничтожим. Мы будем как бы мучить тебя, посадим в тюрьму, докажем суду, что ты плохой. То есть война начинается, да? Как отвечаю? Никак. Просто молиться, если как бы надо судом иметь дело, и можно суду доказать, что хороший. Но человек говорит бесполезно, он хочет тебя уничтожить, ему все равно, что ты скажешь. Его это не интересует. Это отношение с невежественным человеком, держаться на настоянии или сражаться, одно из двух. Если в одном варианте держаться на настоянии, в другом сражаться. Все зависит от того, насколько агрессивно человек себя ведет. Если можно победить его без боя, лучше не сражаться. Если нельзя, значит, надо нападать на него, желательно первым. То есть это война уже, понимаете? Агрессивный человек подходит к тебе и говорит. Так как ты обидел мою маму, я тебе сейчас зарежу. Невежественная отношения. Что надо делать? Выбивать нож из руки, пить по морде. Скручивать и сдавать в милицию. Все. Объяснять ничего не надо, бесполезно. Невежественных людям объяснять не надо, надо применять силу и мощь свою. И молиться, применять силу Бога также, связь с Богом, чтобы защититься от агрессивных, невежественных людей. Отношение к страсти. Тебе подходит человек и говорит, ты виноват, но можно решить вопрос. Можно решить вопрос, как? Понятно, так. С помощью капусты и так далее. С помощью капусты и так далее. С помощью капусты и так далее. Как строят отношения с красными людьми? На дистанции. Но учитывая обстоятельства. Например, страстные люди управляют твоим производством. И как парни хотят от тебя взятку. Ты можешь дать взятку, можешь не дать. Но если от них зависит, будешь ты работать или нет, ты не даешь взятку, все разваливается. Ты даешь взятку, но это на их совесть, не на твоей. Тебя вынудили. Понимаете? Ты можешь не давать и развалиться. Но ты не можешь развалиться, тебе надо работать. Значит, ты даешь взятку, а что делать? Тебя вынудили? Можно, конечно, правосудие оборотиться, но если правосудие само повязано так с ними, тогда просто даешь взятку и молишься Богу, чтобы Он тебя простил. Почему люди идут на поводу страстных людей? Потому что иногда это вынуждает обстоятельства. Но если ты можешь жить по-другому и тебя один не трогает, живи по-другому. Не лезь сам туда. Там ничего хорошего нет. Понимаете? Есть 2-3 ситуации в отношении со страстными людьми. Страстный человек – мой муж. Два варианта. Или я с ним договариваюсь, как жить. Или мы расходимся. Какой вариант надо выбирать? Договариваться. Договариваться. Вот будешь мне мясо готовить, будешь жить, не будешь – расходимся. Надо готовить. И включать духовную музыку дома. Чтоб сознание близкого человека очищалось. Господи. Знаете, со страстными людьми надо ситуацию решать их способом. В одном случае. Так же, как с невежественными. Невежественными. Или сражаемся, их не обращая внимания. Со страстными людьми. Или договариваться и не обращая внимания. С благостными людьми. Только сотрудничать. Благостные люди всегда тебя поймут. Всегда примут. У них нет проблем. Ты не виноват. Исправляйся. Смотрите. Что такое критика? Критика – это деятельность невежественных людей. Что такое советы? Деятельность благостных людей. Смотрите. Ты, допустим, не прав. Виноват. Ну, исправься. Исправься. То есть, давай мы тебе поможем, если хочешь. Виноват. Надо быть наказанным и надо исправиться. Есть наказание, есть исправление. Пожалуйста, действуй так. Благостный человек не против тебя. Он хочет тебе помочь. Страстный человек. Действуй ты со своей выгодой. Если ты виноват, и мне это выгодно. Классно. Классно. Значит, допустим, я гуляю. Я гуляю, да, от мужа. Но муж пьет. Классно. Почему? Потому что я могу гулять. Я говорю, а что ты пьешь? Я говорю, а ты гуляю, а ты пьешь? Я говорю, а ты пьешь? Видите, страстный человек всегда оправдывается. Благостный человек всегда и себя исправляет. А невежный человек ему по барабану. Он говорит, а я гуляю, потому что я буду гулять и все. И хочешь не живи со мной. Задолбала советами, это страсть, ты ей советуешь, советуешь, задолбала советами, страсть, нам ничего советовать, я же ей ничего не советую. Не, ну как не критикуют? Вы критикуете просто по мягкому, это страсть. Страстные люди как критикуют? Вежливо. Допустим, начальник подходит и говорит, вы знаете, к сожалению, у нас для вас нет рабочих мест. Он не говорит, пошла вон сработать. Он говорит, у нас нет рабочих, у нас сокращение. То есть страстные люди придумывают слова, которые не относятся к отношениям. Он говорит, у нас произошло сокращение. Да ты, скотина, сам это сокращение сделай. Нет, у нас произошло сокращение, поэтому, к сожалению, вас уволили. Да ты сам уволил. Страстные люди, они делают так все, чтобы никого не касалось. У нас произошло сокращение, поэтому вас уволили. С первого числа вы не сможете прийти на работу. Очень порядочно все. Так? Благостный человек говорит, знаешь, к сожалению, так получилось, что мы не можем просто выжить сейчас. У нас такая ситуация, или нам надо сокращать производство, или мы развалимся просто. Как ты думаешь, что делать? И, допустим, человек говорит, я думаю, что надо разваливаться. Меня не нация сокращает. Допустим, он так говорит. Когда благостный человек говорит, я посоветуюсь с руководителями, посоветуюсь еще раз. И как после того, как посоветовались, они говорят, знаешь, к сожалению, вот так получается, что мы на время должны с тобой расстаться. Если захочешь у нас работать, жди. Когда мы сможем, если отплату давай, будем, давай. Благостный человек никогда никого не учит. Он просто честный совет в жизни. Мы же не всегда что-то можем людям делать. Если у тебя их нет, что делать? Поэтому совесть всегда чиста. Человек не хочет уничтожить, никого подставить. Просто он то, что может для людей, то делает. Дальше поехали. Итак, мы с вами говорим о том, как служить близкому человеку, как развивать любовь в отношении. Есть вдохновение, есть. Нет вдохновения, тоже есть. Без деятельности личной жизни нет счастья. Иногда человек действует вдохновением, лучший результат получается. Иногда женщина просто готовит мужу, потому что надо готовить. Но надо стараться не ждать ответа. Не ждать ответа. Вот это самое сложное для страстных людей. Мы привыкли. А если он скотина, никогда не скажет мне спасибо. Видите, страстные люди, они не верят в благодарность. Они не верят, что есть законы благости. Я готовлю, готовлю ему. Он мне никогда не говорит спасибо. А ты пробовал готовить с удовлением бескорыстного? Не ждать ничего. Не ждать. Скажете, а как не ждать? Тогда зачем готовить? Это неинтересно. Я сейчас объясню. Когда человек готовит для Бога, это интересно. Я готовлю для Бога, то есть молюсь для Бога, думаю о Боге в это время. Возникает радость. Понимаете? Связь с Богом возникает. И человек с удовольствием готовит все. А потом он сдает мужу. Женщину отдает мужу. Как из чувства долга. Что происходит? Он кушает эту пищу освященную. И у него в сердце сама собой благодарность возникает. Потому что против совести не попрешь. Что такое совесть? Это представительство Бога в сердце. Как действует Бог в сердце? Он управляет отношением благостных людей. На страстных людей Бог не обращает внимания. Они живут по законам этого мира. Что посеешь, то и пожнешь. Не вежественных людей Бог наказывает, а благостных любит. И поэтому Бог в сердце человека благостного является проявлением удачи. Что такое удача? Удача – это когда ты в особости живешь. Ну, допустим, человек благостный готовит с любовью к Богу. Возникает благодарность. И вроде бы муж...